тексатропность материалов как нам развести можно вообще разводить материал нельзя его разводить а связующие у нас служит для того чтобы связать все компоненты именно воедино краска акрилатная сохнет моментом на улице лето жара в 30 градусов что такое сама плотность краски привет и сегодня снова видео про покраску казалось бы уже все что можно было разобрать мы разобрали но но не совсем очень много было видео и не только на моем канале да там на других каналах о соплах о аппаратах об основаниях грунтах как исправить что-то но такой момент как свойство материала свойства красок как-то мы опустили вот вы для себя возьмите и просто вспомните да вот часто вы читаете инструкцию на банке прям вот так досконально ну обычно как происходит я вспоминаю еще там лет десять-пятнадцать назад когда у нас покраска шла в основном валиком было и нам привозили там допустим краску либо заказчик уже купил и мы чем мы смотрим на этот вот на банку красивая блин банка основное что было состав там с большего там акриловая латексная какой-то расход и ну степень глянца еще как бы и все и как с ней работать в дальнейшем то есть ночью там сложного плюхнули водички в краску развели там нормально стекает с миксера до на поверхности растекается не оставляет каких-то бугорков да и погнали красим и все нормально основное требование такое было у нас мы по сути цвет из ведра на стену накидывали и чтобы это было так в общем более-менее нормально смотрелось мы там не заходили мы не смотрели на эти окна боковые такие основные какие-то моменты правильно раскатать краску до чтобы не оставались какие-то вот разводы от валика чтобы там подтеки не оставались ну все а в виду сейчас вот этого повышения всеобщего качества требований вот этих заказчиков да да и как то от самих себя где-то безвоздушные аппараты здесь такой бах и начинаешь думать да сколько материалов уже появилось это можно блин сидеть неделю просто вычитывать о том какие краски есть и и акриловые акрилатные и силиконовые латексные силикатные и короче черт ногу сломит и в каждой краске есть какие-то свои свойства определенные какие-то краски похожи какие-то абсолютно нет тексатропность материала как нам развести можно вообще разводить материал нельзя его разводить что будет если мы разведем больше чем надо плотность красок вот вот это все мало кто изучает ну я обычно с незнакомым материалом наверное сижу пару вечеров если мне предстоит покраска и просто изучаю максимально что могу найти по характеристикам по плотности его да ну понятное дело там состав разведение и зачастую у нас как происходит у нас же завод производитель пишет расход краски 1 а сопло пишет конские ну как можно покрасить краской там 110 120 грамм расход на метр квадратный в один слой 19 сопло я до сих пор вот все время спорю с ними как бы ругаюсь для чего вы вы либо пишите тогда сопло и соответствующий расход потому что вы расход пишите подвалик а заказчика вы путаете он видит этот расход 19 сопло мастер заряжает краску 19 сопло ну там никак не может быть расход 120 грамм то есть ему надо с такой скоростью водить рукой с этим соплом что не будет вся стена в леопарде просто уложиться вам 120 грамм получается что вот такие вот параметры путающие заказчиков мастер доказывает одно заказчик верит магазину представителю магазина представитель магазина естественно сам ничего не красит никто не может понять вообще как правильно что сделать поэтому поговорим сегодня и о свойствах и о руках и о самих красках начнем наверное мы с рук как я говорю нас рук всегда не мог понять заказчиков которые хотят сделать сами потому что это подешевле да а в итоге в итоге попадают на бабки на материале то есть если ты врач если ты там дальнобойщик я не знаю или ты там биолог ты хочешь как-то сэкономить ну так ты подумай сначала могут ты покупаешь материал покупаешь хочешь сделать себе ремонтом на долгое время нужно было что-то помыть ты не владеешь у тебя опыта навыка нет вообще берешь ты открываешь youtube посмотрел ты пару видео где люди там катают валиком ну в вашем понятии это налил краску в ванночку там ну ладно чуть воды может где-то добавил намочил ты валик накатал на стену там ладно чтобы не было разводов накатал до углы кисточкой прошу никто там особо вам не говорит о основании у грунта то есть вы по итогу катаете мне уже очень много было звонков типа нам сказали в магазине что там нифиг красить этой краской какая краска капоролом фиболин или там джокер текурила ясно сейчас приеду посмотрю приезжаю там беда бедовская что там творится и пытаешься уже потом эту краску как-то там исправить и в видео вы моих видели поэтому логически если ты не занимаешься этим заплати человеку которая этим этим занимается и он тебе сделает хорошо тебя устроит ты будешь дальше спокойно жить противном случае ты сам накатаешь не понятно как угробишь кучу своего времени угробишь материал по итогу нужно этот материал либо снимать либо как-то перекрашивать пытаться сам ты не знаешь как это сделать ты все равно вызываешь мастера платишь за переделку покупаешь новый материал платишь мастеру за работу где логика я вот если заказчики смотрят либо пацаны там заказчикам вот это видео покажите потому что очень много кто этого не понимает отдайте работу мастеру каждый должен заниматься своим делом учитель в школе все учить придут вам сделают так дальше про свойства самих материалов вот 33 краски которые по составу своему вроде бы по названиям разные да но по свойствам очень близкие это будет у нас акриловые краски акрилатные и латексные по сути все по свойствам там по влагостойкости очень близки у них в принципе отличие идет на уровне уже таком химическом акрилатные до смолы акриловые смолы то есть в самый прочный материал будет акрилатный на истираемость на вот эту вот резиновость такую да там скажем так тягучесть материала то есть акрил будет немножечко он рядышком немножко будет уступать а латексная краска она будет больше уступать уже по на влажное истирание то есть как у нас вообще на истирание делаются тесты да это специальная машина стоит которая прогоняет циклы сухого там либо влажного истирания и смотрят сколько в микрометрах убирается там слоя и исходя из этого ставится классность на истираемость то есть это там первый класс когда там допустим за 200 циклов определенное количество краски стирается там сколько в микрометрах и чем меньше стирается материала соответственно тем прочнее у нас материал силиконовые силикатные краски раньше так как-то был больше фасад да но сейчас уже ввиду вот этих модификаций всех ввиду того что краски все время пытаются сделать лучше и лучше и лучше да у нас и там силиконовые краски сейчас спокойно работают в интерьере вопросов нет вообще там то знает капосилан все наверно знаю да наш на основе силиконовых там смог потолочная вот эта краска суперская которую там все мы применяем если кто не знал на из акрилатных красок это у нас ну такие бренды про которые я могу за которые сказать да акрилаты это у нас амфиболинка порол это у нас идет исти курилы это будет джокер гармония луя это будут акрилатные краски акриловые там смолы да это связующие акриловая смола а связующие у нас служит для того чтобы связать все компоненты именно воедино то есть это и наши пигменты это какие-то наполнители это модифицирующие добавки чтобы это все не плавало там не пойми как это все было связано между собой и после высыхания после того как вода уходит из материала краска наша высыхает чтобы вся вот этот весь слой как пленкой равномерно структурировано ложился вался прочным на поверхности идем дальше по плотности самой краски то есть по сути что такое сама плотность краски наверное если читаете все таки на ведрах инструкцию да иногда пишут плотность материала там допустим 128 или 135 или 167 смотрите у нас есть все вы знаете вернее что литр воды он весит приблизительно килограмм вес то есть объем в литре килограмм вес так вот плотность краски вот цифра 1 допустим 28 обозначает то что объем одного литра краски весит у нас кило двести восемьдесят грамм то есть краски тяжелее воды за счет своих связующего наполнителей там пигментов и всего остального чем выше вот эта цифра тем у нас более плотная краска к примеру там текурила джокер да у нее плотность 1 и 3 то есть эта краска больше относятся к тонкослойным краскам например как по силам тот же там по моему плотность 155 то есть эта краска уже идет толстослойных то есть более наполненный материал и вот здесь нужно понимать что когда мы красить если у нас краска материал наш тонкослойный то при нанесении его в толстых слоях могут быть какие-то артефакты тут когда вы читаете видите плотность материала то есть вы понимаете уже что эту краску уложить в толстых слоях не стоит либо этой краской эта краска у нас 165 очень плотная да значит сопла у нас естественно должны быть покрупнее и эту краску мы можем положить более плотным слоем и что нам даст эта краска то есть эта краска нам даст эта краска сможет вскрыть более какие-то там более-менее такие ну адекватные дефекты то есть вот всегда производители топят за то что вот материал толстослойный хорошая укрывистость простит вам какие-то там царапины и так далее тонкослойный материал не простит прям ляжет потому что у вас есть поэтому прочитали все ясно и можно красить дам двенадцатым соплом да или смотрите там блин 165 нет тут меньше 14 лезть не стоит то то и 16 сопло это что касается плотности материала так и еще раз мы заговорили уже про плотность до про толщину там толстослойные тонкослойные краски смотрите наносить краски стараться наносить их где-то в один слой вот у меня было как-то мне я не помню то ли на ватсап то ли то ли в комментариях где-то кто-то спрашивал типа вот мы там в один слой а можно ли в один слой или лучше в два слоя оказывается я когда изучал я не помню уже какую краску из копорола то ли анфиболин характеристики да я нашел на по моему их ним сайте прямо такое вот большое описание где было написано что поверхностный слой краски после того как мы ее нанесем должен варьироваться в от 50 до 100 микрометров как правило первый слой краски у нас больше впитывается в ту же даже грунт краску и он не всегда может оставить нам этот слой то есть завод производитель почему написал вот эти вот характеристики потому что в более тонких слоях логически даже на краска она будет уже не в полной мере отрабатывать свои заложенные в нее свойства помимо декоративных помимо цвета своего даже с учетом если укрывистость у нее хорошие но какие-то свойства уже там под нагрузкой использования да тоже мытью а там или счета почистить где-то она уже отрабатывать в полной мере своей не будет и пытаться уложить краску даже если есть такая возможность в маленьком тоником слое она просто будет иметь декоративный эффект не больше если краска написано что она моющийся написано что она повышена к истиранием влажным там либо сухим то она должна выполнять вот эти вот заряженные заложенные в нее свойства и как правило в тоненьких слоях она не может это сделать тонкослойные краски да они будут в более тонких слоях работать толстослойные в более толстых слоях будут работать именно выполнять полную свою функцию поэтому откраситься в один слой да можно но всегда нужно думать стоит ли так оставлять краску либо нет либо лучше положить два нормальных слоя и человек будет ее потом спокойно эксплуатировать долгое время и так еще одно свойство материала которое нам либо помогает либо мешает вообще в работе особенно при безвоздушном нанесении честно да и не только до при валике тоже играет очень важную роль это тиксотропность материала я уже говорил вам что американцы очень не любят запариваться с покраской то есть у них их не мышление это так что ты должен получить материал любой дома они же кстати когда изучал этот момент оказывается американцы могут там раз в месяц раз в квартал просто вот взять собрать всю мебель в кучку накрыть пленочкой перекрасить освежить интерьер то есть сами люди которые там даже отношений никакого особо там маляркам не имеют и зная это американские производители красок они сразу закладывают в полимерную химию в краску такую чтобы она имела высокую очень тиксотропность текучесть чтобы этот материал хорошо растекся и тот кто приобрел этот материал особо не запаривался намочил там валик раскатал тем более у них немножко и требования качества другие чем у нас так вот бенджамин му как я уже говорил да и шервин вильямс вот они как раз заточены на то чтобы ты открыл перемешал положил их не грунт и красочку все отработал все помыл все забыл примеру тот же литл грин как я уже говорил мне наоборот то есть там там же идет прям целая тех карта целая технология о том как правильно наносить материал да где его нужно развести до каких процентов прямо такая инструкция по нанесению и вообще эти инструкции по нанесению зачастую где-то мы мастера сами уже добавляем что-то ну как бы от себя да вот пишет завод производитель на том же к пароле добавлять пять процентов воды максимум пять процентов воды краска акрилатных сохнет моментом на улице лета жара в 30 градусов как ты не укладывают украску заполосить может вот просто как пить дать нам надо чем-то увеличить время схватывания дать краски растечься мы добавляем 10 процентов воды открашиваем все окрашивается да можно там попытаться положить более толстый слой но учтите что кто только начинает заниматься покраской безвоздушной это нужно уметь работать на грани срыва с материалом иначе можно накрасить что потом поедете за свои бабки будете покупать вот добавили мы воды то есть увеличили вот это вот время для того чтобы краска высыхала и у нас есть возможность поработать с материалом более комфортно я не говорю что это нужно лить прямо во все материалы это нужно знать это нужно разговаривать с представителем с грамотным представителем и вот эти моменты если есть возможность даже где-то и тестировать на моменты высыхания на моменты растекаемости краски потому что тоже не будут проблемы а решать эти проблемы придется за свой счет да это наверное в какой-то степени когда мы сталкиваемся с такими проблемами уже непосредственно на открасе объекта и мы видим что у нас ничего не получилось мы себя успокаиваем ну горький опыт тоже опыт но зачастую этот опыт дорого берет поэтому лучше конечно все это предупредить и так что я хотел вообще донести в этом видео что потратив немного времени на изучение свойств материала хотя бы в теории пообщавшись там если есть возможность с представителями либо почитав какую-то информацию на просторах того же интернета мы можем очень сильно помочь сами себе в дальнейшей откраски в дальнейшем использовании этих материалов а с вами был канал о ремонте отделки просим нарбрест меня зовут юрий если информация была полезной ставим пальцы вверх не забывайте подписываться на канал а я желаю вам всем удачи крепкого здоровья до скорых встреч удачи